По сути, ребята, это Hills of Steel третьей части, серьезно, потому что такого мы еще не видели в наших любимых танчиках. Здесь три танка, ребята, Джокер, Гетлинг и Стингер, ребята, больше здесь танков нету, здесь вообще больше их нету. У меня очень мало жизек осталось, и, кстати, смотрите, каждую секунду мне прибавляется по 50 жизней, точно так же, ребята, как это происходит в Бравл Старс. Ребятушки, всем здорова, с вами Артемен, у меня для вас просто сногсшибательные новости, вы знаете, где мы находимся? Это, ребята, новая игра от разработчиков Hills of Steel, и называется она, ребята, Hills of Steel Tank Arena. Да, ребятки, это новая игра, которую вы еще, наверное, многие вообще впервые видите у себя на экранах. Кстати, вот он, загрузочный экран этой игры, здесь вы видите название игры, видите танчики, короче, вот так вот будет называться эта новая игра. Это, ребята, еще, я так понимаю, тестовая версия игры, скорее всего, открытый бета-тест, тут даже в менюшке почему-то не играет музыка. Собственно, ребятки, обязательно, обязательно, прямо сейчас поставьте мне лайкос на этот видос, подпишитесь на мой канал, чтобы я для вас продолжал выпускать новые интересные ролики, особенно по новой части Hills of Steel, по новой игре. И, ребята, сейчас я вам все расскажу про эту игру, все, что я здесь увидел, все, что здесь есть. Собственно, мы, ребята, в главном меню этой игры посмотрим, что у нас здесь. Во-первых, мой никнейм Артимен, шкала, ребята, опыта, а точнее шкала кубков, у меня их уже 15. Я сыграл несколько игр, сразу вам скажу. И, собственно, здесь, видимо, копятся твои кубки, твоя лига будет повышаться именно по этой шкале, как я понимаю. Вот, также эта лига показана, ребятки, на танке. Скорее всего, на танках будет также отдельная лига, как на Бравлерах в Бравл Старсе, ребята. То есть, отдельно ты повышаешь лигу на каждом персонаже, на каждом своем танке. И, собственно, ребятки, если мы переходим в раздел с танчиком самим, вот оно окно прокачки, ребята, у танка. А, оказывается, есть, помимо того, что своя лига, есть еще и свой опыт, уровень, ребята. Да, этот опыт и уровень, 96 из 100, у меня опыта накоплено на первом уровне сейчас. Это уровень танка, ребята. То есть, когда я играю в боях, я получаю кубки и получаю опыт на танк, ребята. Собственно, как устроена система прокачки. Я так понял, что повышать здесь нужно три параметра танка. Первое это дамаг, как мы видим. Второе это хелф, здоровье. И третье спид, скорость три, повышение уровня каждого танчика нужно делать на максималочку, я так понимаю. Собственно, чтобы повысить, вот кнопочка апгрейд. Я так понимаю, ребята, мне нужно накопить 20 каких-то красных башенок и 20 монет. Собственно, башенок красных у меня только пока что одна. Монеток у меня 22. Чтобы, ребята, повысить жизни своему Джокеру. Это же Джокер у нас. Мне нужно найти 20 зелененьких вот таких корпусов танка и 20 монеток, ребята. Чтобы мне повысить скорость танка, мне нужно найти 20 синих гусениц и 20 монет, ребята. Собственно, мы видим, что когда я прокачаюсь, у меня будет на 6 повышен дамаг, на 35 повышено здоровье, на 7 повышена скорость. Самое интересное, ребята, что я почему-то могу двигать вот так вот в шкалу опыта. Не знаю, это видео, ну это баг, по всей видимости, но я ее могу двигать. Опыт мне, конечно, не прибавляется. Что мы еще видим? Это, ребята, главное меню, кнопка батл. Конечно же, батл, ребята, и мы обязательно с вами сейчас скоро отправимся в бой. Что еще здесь есть? Здесь есть кнопка, ребята, магазина. Вот так вот выглядит магазинчик. Собственно, как мы видим, здесь есть обычный сундук, ребята. Редкий сундук. И эпический сундук тут также присутствует, ребята, в этой игре. Легендарного нет, но эпик, вот он он есть. Стоит он 230 гемасиков. Обычный сундук стоит 15 гемасиков. Редкий сундук стоит 74 гемасика. Гемасики также, ребята, можно купить за донат. За гемасики можно поменять на монетки все это дело. И, собственно, есть Daily Dill. Дневные предложения. Я уже собрал, ребята, один сундук. Я посмотрел видосы и открыл. Из него мне как раз-таки выпала одна синяя гусеница, насколько я помню. И монетки, ребята. Еще здесь я мог посмотреть видос, получить монетки. И получить одну красную башенку для прокачивания уровня. Также за 20 монет я могу купить 20... Ой, я могу купить 2 синеньких, 2 синеньких гусеницы. Тоже для прокачки танков. Кстати, давайте я прямо сейчас вот это сделал, ребята. Я потратил 20 монет, у меня осталось 2 монетки. И плюс 2 гусенички мне прибавилось. За гемасики можно купить вот такое спецпредложение. Так, собственно, ребята, насчет танков. Насчет танков здесь, в данной версии игры. А это самая ранняя версия игры. Здесь вы даже не знаете про нее, ребята. Наверное, скорее всего, большинство из вас про нее не знает. Здесь 3 танка, ребята. Джокер, Гетлинг и Стингер, ребята. Больше здесь танков нету. Здесь вообще больше их нету. То есть, Джокера мы заходим, мы можем его прокачивать. Он дается в самом начале игры. Гетлин, ребята. Вот он он, Гетлин. Он тоже присутствует. И чтобы его открыть, это написано уже Камон, то есть редкий танк. Чтобы его открыть, ребята, мне нужно накопить как раз-таки те самые 20 башенок, 20 зеленых корпусов и 20 синих гусениц, ребята. И, видимо, каждый вот этот вот параметр мне нужно открыть первый, второй и третий. И только тогда разблокируется Гетлинг для игры на нем, ребята. Вот такая вот, видимо, фишечка. Собственно, та же самая история, ребята, со Стингером. На Стингера, вот так он здесь выглядит, тоже нужно накопить вот эти необходимые детальки и открыть его, ребята. Собственно, я, конечно же, этим буду заниматься, буду играть в боях. И, ребята, за победы в боях нам начисляют сундуки. То есть вот мне выпал обычный сундук, он будет открываться 2 часа, как мы видим. Ну да, да, ребята, это та самая система Клэш-Рояля или Бравл Старс. Когда ты выигрываешь в катке, тебе дают сундук, например. Ну это в Клэш-Рояле было хорошо. Тебе дают сундук и он у тебя открывается какое-то время. У меня обычный сундук, как вы видите. И, ребята, смотрим, что здесь мне может выпасть. Во-первых, я могу за 14 гемасиков открыть его мгновенно, но гемасиков у меня сейчас нет. От 6 до 10 деталек мне, ребята, выпадет из этого обычного сундука красных, зеленых или синих вот этих вот частей танка. Гусеницы, корпус или башня. То есть выпадает, я не знаю как, только одна часть от 6 до 10 или все вот эти вот, все три части выпадут. Например, там одна башня, два зеленых или пять синих. Я не знаю, как это будет. От 30 до 40 монет и пять гемасиков. Я не знаю, пять гемасиков это, если повезет или это просто в каждом сундуке пять гемасиков. Вот это я не понял. Также, ребята, за каждую победу или за каждый бой, я так и не понял, нам начисляют накопительный бонус, накопительный сундук. То есть 3 из 10, как только мы сделаем 10 побед или 10 каток поиграем, нам дадут еще какой-то один бонусный обычный, видимо, сундучок, как я понимаю. Так, ребятки, еще один важный пункт, это настройки. В настройках у нас только английский язык пока присутствует, больше мы ничего не можем сделать. Ну, тут всякие поддержка, помощь, музыка, звуки, то есть все это можно отключить, поменять имя. Также, ребята, все это можно. Ну что, отправляемся в бой, если вы не поставили лайк прямо сейчас, поставьте и подпишитесь на канал. Погнали, просто, ребята, бой в новой игре Hills of Steel Tank Arena. Просто смотрим, что он из себя представляет, ребята. Это совершенно новый тип управления в игре. Да, ребятки, сейчас вы это все увидите. Смотрим, просто, ребята, смотрим. Идет у нас загрузочка, какая-то очень долгая загрузочка, ну давай уже, давай. Вот так вот, ребята, выглядит поле боя. Это все Джокеры. Смотрите, три Джокера против трех Джокеров. И мы, ребята, управляем танком уже не сбоку, а непосредственно за его спиной. То есть мы можем крутить башни, вертеть, вот так поворачивать, смотреть по сторонам. И, ребята, система выстрелов тут устроена таким образом, что мне нужно нацелиться на врага. И только потом, ребята, происходит выстрел, когда я вот этой вот областью круглой из Джокера по нему стреляю и попадаю. И танку наносится вражескому урон. Так вот, по мне, кстати, нанесли 130 урона. Кстати, если честно, игра немножко-то, немножко-то все-таки, но подлагивает. И я извиняюсь заранее за это, что подлагивает. Я не знаю, видимо, игра еще не оптимизированная. И, собственно, блин, я не могу попасть. Вы смотрите, здесь очень сложно попасть. Мне уже почти все жизни сняли, а меня уничтожили. Капец, ребята, очень сложно здесь играть. Это, кстати, режим буйства. Было написано Rampage. Rampage это режим буйства. Здесь нужно, короче, сделать как можно больше киллов за минуту боя. Вот уже минута боя осталась. И, собственно, нам нужно настрелять. Победит та команда, кто больше всего уничтожит противников. Так, 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 так. Здесь, если честно, пока что очень сложная, очень непонятная система прицеливания. Очень сложно попасть. Но я смог, я смог, ребята, уничтожить один танк врага. Да, я его завалил. У меня очень мало жизнек осталось. И, кстати, смотрите, каждую секунду мне прибавляется по 50 жизней. Точно так же, ребята, как это происходит в Бравл Старс. Заметили, да, аналогию параллель. Когда ты ничего не делаешь, не стреляешь, не попадаешь под атаку, твои жизни восстанавливаются. Здесь, если честно, очень пока что странно стреляет пушка. У нас остается последние 30 секунд боя, поэтому начинает играть такая типа эпическая музыка. Нам нужно как можно больше сейчас постараться сделать киллов. Если честно, ребята, очень сложно играть. Почему-то подлагивает, подлагивает эта игра у меня. Лично сейчас очень сложно в ней играть. Так, 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 так. Аккуратненько, аккуратненько. У нас 3-3. У нас счет 3-3. Нам нужно затащить. Нам просто нужно затащить. Так, 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 так. Так, на меня двое-двое едут. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, дед. Тут получается, наверное... Все, все, да. Не знаю, а кто победил? Мы победили, ребята, виктори, победа 4-3. То есть какой-то мой союзник помог мне сделать победу. И смотрите, ребята, так выглядит экран после боя. Мы видим, ребята, всех игроков. Видим, кто играл на каком танке. Видим имя каждого, ребята, игрока. Видим также, ребята, здесь, кто сколько сделал киллов. Кто сколько сделал помощи, поддержки. И кто сколько нанес дамага. Допустим, больше всего урона у нас нанес вот этот игрок. Он нанес 2,5 тысячи урона. Ему дали звездочку, естественно, за киллы. Самый лучший игрок. И за урон. У меня, например, 1224 урона. У какого-то противника вообще 3200 урона. То есть он достаточно много нанес урона. Но, тем не менее, победили мы. Идем дальше, ребята. Вот так, так же, ребята, выглядит наградной экранчик, ребятки. Собственно, после боя мы получаем с вами трофей. То есть кубки. И экспириенс, то есть опыт. Я получил 12 трофеев. Они идут в зачет шкалы трофеев. Ну, то есть это, видимо, будет как лиги, ребята. Здесь будут, наверное, лиги. Экспириенс, опыт. Я получил 30 опыта. Как мы видим, я получаю... То есть здесь идет сумма. Идет сумма опыта. Она складывается, ребята. Из Виктории 30 победа. 11 за объекты. Ну, видимо, за попадание или унищажение объектов. Комбат 8. Я не знаю, что такое комбат, если честно. Как это зачем-то. Но дали 8 опыта за какой-то комбат. И если ты звездный игрок, то тебе также начисляют здесь бонус. Я помню, мне начисляли 30 дополнительного опыта. В итоге, по всей моей шкале, я заработал 49 опыта. И, кстати, я не понял, почему мой уровень не повысился на второй. Может, я пока что-то не понял, но переходим теперь, ребята, в главное меню. И у меня появился второй обычный сундук. Я его также могу разблокировать. Но только после того, как разблокируется первый сундук. Но, собственно, как это происходит в Heels of Steel второй части. Здесь мне прибавилось тоже плюс 1 квадратик к общей шкале. Когда наберется 10, я, видимо, смогу тоже, ребята, здесь открыть сундучок. Так, давайте посмотрим на моего Джокера. О, ребятки, левел ап. Левел ап, я понял. То есть, то есть, то есть. Я заработал второй уровень на Джокере. Играю на нем. И теперь мне нужно 10 монеток, чтобы повысить его до второго, ребята, уровня. Повысить Джокера. И мне прибавится плюс 2 к дамагу. Плюс 14 к жизням. И плюс 3 к скорости. Да ладно, ничего себе. Тут даже такая система прокачки присутствует. Вау. Короче, ребят, я понял. Есть вот обычная лига. А есть вот какая-то непонятная еще вторая лига. То есть, есть уровень танка. И есть уровень танка также вот здесь какой-то показывается. Второй уровень танка. И мы повышаем именно вот этот вот второй уровень танка. Когда накапливаем вот этот опыт до второго уровня. Я его накопил. Мне нужно 10 монеток, которых у меня, к сожалению, пока что нет. Мне нужно дождаться открытия сундука. И я смогу, ребята, прокачать Джокера, получается, на второй уровень. И он будет у меня мощнее. Помимо того, что еще прокачиваются вот эти все характеристики, которые... На которые тоже нужно копить монетки. Ну что, погнали. Сразу сыграем во второй бой. Еще раз, ребята, затестим. Тут пока что только один режим игры, как я понял. Это рэмпейдж. То есть, буйство. Больше здесь нет. И три танка, ребята, в игре. Всего лишь три танка в игре. Ну, вы поймите, что это всего лишь тест. Это тестовая версия новой. Hills of Steel Танк Арена. Новая версия игры. По сути, ребята, это Hills of Steel третьей части. Серьезно. Потому что такого мы еще не видели в наших любимых танчиках. Это просто взяли вторую часть. 3D. 3D часть взяли из второй части. И, ребята, сделали из нее вот такую классную управлялку. Вот такую классную управлялку. Теперь ты можешь управлять своим танком. Крутить его башней. И здесь нужно попадать. Попадать по противникам. И, конечно, ребят, это, если честно, конечно, немножко, но сложно. Немножко сложно вот так вот попадать. Целиться. Я пока, если честно, не понимаю. Я вам покажу кое-какую систему. Смотрите. Наш вот этот вот пушечка. Она, во-первых, ребята. Так, где, где, где прицел? Почему я не вижу? Вот. Короче, ребята, мы можем управлять пушкой. А именно ее вертикальной наводкой. Я, если поднимаю палец вверх, он стреляет. Дальше, если опускаю вниз, танк стреляет ближе. Видите, как область меняется? Оп, 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 оп. То есть, ребята, область прицеливания вот так вот мы можем настраивать. И, собственно, от этого зависит, как мы будем попадать. Но, если честно, в самом бою это очень сложно делать. То есть, вот вы смотрите. Во-первых, у меня подлагивает все на свете. Во-вторых, пока долетит снаряд. Кстати, я получаю плюс 200 к жизнью после того, как уничтожаю враг противника. Да, дальность стрельбы также, ребята, ограничена. То есть, я не могу стрелять по тому танку, который от меня убежал. Как это во второй части Хиллс оф Стилла, собственно, происходит. Да и в первой. То есть, все так же. Все те же фишки нашей игры остались. То есть, это то, что каждый танк стреляет по-разному. Ребята, мне интересно, как будет стрелять Стингер с Геттином, если честно. Я еще это ни разу не пробовал. Ну, Джокер, мы видим, стреляет, собственно, как и во всех предыдущих частях игры. Все абсолютно то же самое, ребят. Так, 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 так. Все, тащим, тащим. Завалили, завалили. Так, давай, давай. Последнего нужно завалить. Ой, как же сложно, ребят. Как же сложно попадать. Я вообще не знаю. Пока я на него нацеливаюсь, он уже в другую точку уезжает. Это очень сложно, ребята. Это очень сложный геймплей. Я не знаю, как так. Но это, ребят, нереально сложно. Так, так. Он уехал лечиться. Он уехал лечиться. Блин, он успел подлечиться. Кто победил-то? Мы снова победили. 4-3. Ура! Четненько. Вторая уже победа. Я вместе с вами сделал. Так. И больше всего киллов сделал. А, не, не, мы одинаково. У меня тоже 2 килла. У меня меньше всех урона, ребят. Потому что мне сложно попадать. Но при этом всем у нас лидером стал игрок, у которого 2000 урона и 2 килла. А есть чел, у которого 0 киллов на 3000 урона. Тем не менее, ребята, победа наша. Мне прибавилось снова пунктики трофеем. Мне тут прибавлялось снова плюс 12. Если я был бы звездным игроком, прибавилось бы больше. Прибавился, ребята, снова опыт на мой танк. Я так понимаю, он всегда будет на первом уровне, пока я его, ребята, не повышу до второго. То есть мне сейчас нужно по факту моего вот этого Джокера взять, вкачать на второй уровень. Я не могу, потому что я потратил при вас буквально монетки. У меня ничего не осталось. Как только я открою сундучки, вот эти вот все, ребята, открою сундучки. Тогда, ребята, я смогу вместе с вами прокачать Джокера на следующий уровень. Ну что, напишите ваше мнение, как вам эта новая Hills of Steel. Я буду продолжать делать по ней видосы. Напишите, хотите ли, чтобы я по ней продолжал делать видосы. Запишу видосы, как я буду открывать сундуки, как буду дальше прокачиваться. Как буду, ребята, покупать новые танки. Гэтлин и Стингер. Буду их открывать, пока их тут только три. Напишите обязательно ваше мнение насчет этой игры. Как она вам, понравилась или нет. Внешний вид, ее, так сказать, оболочечка. Обязательно подпишись на канал, поставь лайк. С вами был Артемен. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok